Учения отличные. Вспомнили что-то забытое. Все было хорошо, отлично. Считаю, учения прошли на достойном уровне. Бригада показала очень высокую свою подготовку и доказала свое звание лучшее, так сказать. Однозначно. Примерно то же самое. Несколько изменилось в столовые. Лучше кормят. Наверное, весь личный состав. Но так все нормально, все здорово. Именно такими ощущениями делились только что вернувшиеся с полевого выхода военнослужащие-запасники. Пусть в интервью многие из них и говорили, что уже не так просто было стоять в одном строю. Вместе с 20-летними мальчишками, однако опыт и жизненная мудрость, которые появились за эти 10-15 лет после службы, во многом помогли выполнять боевые задачи на достойном высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что данная проверка проводилась внезапно. Все призванные военнообязанные отнеслись к своему призыву с пониманием. В ходе сбора вы смогли освежить в памяти навыки, приобретенные в годы службы в вооруженных силах, ознакомиться с новыми образцами вооружения и техники, пройти боевое слаживание в составе подразделений и с добростью выполнить свой воинский долг. В мероприятии приняли участие представители местных органов власти и военных комиссариатов, а также предприятия, чьи работники выполняли задачи, связанные с проверкой соединения. Конечно же, профессиональная и слаженно выполненная работа не могла остаться незамеченной. Самые активные и подготовленные военнослужащие запаса были поощрены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. А наиболее отличившиеся получили очередные воинские звания. Прибыли военнообязаны, которые пополнили лично став бригады, сняли технику с хранения и после этого бригада вышла в районы выполнения учебно-боевых задач, в ходе которых они отрабатывали вопросы поиска, уничтожения законных вооруженных формирований, но также выполняли учебно-боевые задачи с практической отработкой выполнения упражнений стрельб в ходе батальонных тактических учений. Служба тыла успешно справилась с обеспечением как питания, так и вещевое снабжение. То есть, та экипировка, которая шла на снабжение военнослужащих, была адаптирована как и для более суровых, так и для более дождливых условий. Проходило техническое учение с бригадой под руководством начальника генерального штаба. Учение серьезное. Такое учение с бригадой с поднятием всех материальных средств, бригады всех запасов и выходов в район выполнения учебно-боевых задач в различных частях Белоруссии. Ну, в руных силах не выполняли, наверное, лет 15 никто. Серьезное учение. Конечно, гордость берет то, что выбрана была именно наша бригада. Торжественным маршем прошли по плацу 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады около пяти сотен военнообязанных из Бреста и Брестской области. В эти дни они уже вернутся домой, где их заждались близкие и родные.